Привет, ребята! Обожаю ролики, в которых все пошло не так. Мало того, что сегодня вообще не это видео должно было выйти, так еще и погода подвела. Сейчас обо всем расскажу. Сегодня должно было быть видео, которое мы сняли еще в России с ребятами, но по независимым от меня обстоятельствам оно сдвинулось. Ребята попросили сдвинуть его на пару недель, потом узнаете почему. Причина серьезная, важная, и я не стал в этом им отказывать. Во-вторых, мой друг Макс, с которым мы могли бы снять сегодня видос, который запланировали чуть ли не полгода, не знаю, не полгода, но месяца четыре уж точно назад, и должны были его снять, он уехал в командировку на неделю, и я вообще остался один такой, что делать, и вы, скорее всего, без контента в среду останетесь. А как я могу вас непокушавшими оставить? И я пошел на крышу, думаю, сейчас. У меня есть всегда списочек заготовленных всяких заведений, ресторанчиков и доставок, которые интересны были бы мне, которые я никогда не чекал и хотел бы проверить. И начался дождь. Спасибо дождю за то, что он начался. Сегодня, по прогнозу, не должно быть дождя. Сегодня должен быть первый день вообще за последние, наверное, несколько недель. Вот с тех, не знаю, сколько мы уже, наверное, дней 10-15, как вернулись из путешествия в Россию, и вот с тех пор это первый день, который должен был быть без дождя. И он без дождя не обошелся. Спасибо нашей островной погоде, где вообще ничего загадывать нельзя, я уже об этом много раз говорил. Ну, поэтому я вот оборудовал себе, у себя в студии такой импровизированный стол, притащил стол с балкона отсюда, вот можете посмотреть, как бы, и заказал кое-что, как раз из своего бэклога, так называемого, да, из списка того, что бы я хотел потестить. У нас тут два пукета, да, вот так вот это дело выглядит, и в нем 4 блюда. Причем эти 4 блюда, они, как бы, и схожи, и различны практически всем. У меня на канале много раз, много раз уже был жареный рис. Я обожаю жареный рис, да и вообще большая часть людей обожает жареный рис. Блин, у меня еще тут зуб побаливает. В общем, где у меня? Я тут, ну, я не знаю, многие, наверное, пользуются этой нитью для зубов. Я вчера так жестко вытаскивал мясо из-за между зубов, что поранил этой нитью себе десну, просто прям порезал до кровищи случайно абсолютно, и теперь десна побаливает. Ладно, ну, будем страдать и, как бы, продолжать жрать кактус. В общем, есть у меня жареный рис, все любят жареный рис. Жареный рис – это круто. Но еще все любят жареную лапшу, а ее на канале, прикиньте, у меня 560, что ли, роликов на канале, и среди них нет ни одного про жареную лапшу. А жареная лапша в Китае – это же вообще бигдилл, это как бы очень-очень важная штука. И я такой, а как? И у меня есть заведение вот в моем списочке интересных мне, которое делает, вроде как, судя по отзывам, очень классную жареную лапшу. У меня есть здесь три вида, но они еще делают и жареный рис, поэтому четвертым блюдом будет жареный рис. И вообще здесь еще должна быть одна, один контейнер с неким соусом. И я вот не понимаю, они либо в одну из этих лапшей или рис добавили этот соус, либо еще что, потому что это важный момент. Потому что вот вы видели название, да, этого ролика. Я бы, я его изначально хотел назвать как «лапша-рис и шизофазия». Если кто не знает, шизофазия – это фразы, которые очень похожи на нормальные, в которых вроде все слова нормальные, но в сочетании все эти слова не несут никакого смысла. То есть какая-то чушь и бессмыслица получается. И вот бывает расстройство у человека в голове, когда он говорит вроде цельные фразы, полноценные, нигде не ошибается, все хорошо, но эти фразы вообще никакого смысла не несут. Это называется шизофазия. И вот у меня было похожее ощущение. Когда ты заказываешь эту еду, давайте я буду открывать, а то меня постоянно предъявляют за то, что я первые 50 минут говорю, а потом 3 минуты ем. Поэтому давайте я сейчас вскрою какое-нибудь блюдо и буду рассказывать, в чем прикол. Прямо подряд. О, первое у нас рис. Давайте сейчас уберем это куда-нибудь вбок. Так как рис у нас уже был много раз на канале, поэтому мы его как бы быстренько закроем в виде гештальтика такого коротенького. Выглядит на самом деле неплохо. О, эти-то хоть дали какие-нибудь приборы. Ну, палочки дали. Так, палочками рис-то как бы не очень удобно хавать. Может, ложку хоть одну дали. Давайте хоть посмотрю. Здесь нету ложки. О, что-то сбоку. Вот во втором пакете я вижу, походу, дело ложку. Здесь еще напитчик есть. Про напитчик, да, его, кстати, надо вытащить. Мы про него еще отдельно поговорим. Во, нифига. Четыре аж ложки дали. Четыре палочки, одна палочка упала. Ну, неплохо. В принципе, набор есть. Хоть одну слезу дружи-то дали. Не, слезы дружи в этот раз не выдали. Ну, если кто не в курсе, обычно в Китае привозят такой наборчик. В нем палочки. В нем обычно ложечка, там, в пакетике в одном. Зубочистка одна. И одна маленькая салфетка. И что-то так получилось, что это кто-то когда-то, года четыре, наверное, на канале написал в комментариях фразу, что, типа, это не салфетка, а слезы дружи. С тех пор этот прикол про слезы дружи так и остался на канале. Поэтому вот даже слезы дружи не привезли. Но у меня есть свое, как обычно, моя любимая салфетница под названием Rich Rich Money Money Go My Home. Мне кажется, самая лучшая салфетница у меня теперь еще. Микроаксессуар на ней очень миленький появился. Не помню откуда, но вот такая прищепка теперь есть. И вот теперь вот так вот это все дело у меня здесь живет. Вообще, мне кажется, очень классная. Стоило меньше доллара. Такой из кожзаменителя какого-то. Короче, классная штука, если увидите. Мне кажется, очень уютно и стильно. Вот пусть она здесь сбоку у меня стоит. Так, что по рису? Рис у нас должен быть, насколько я помню, вегетарианский. Да, это единственное вегетарианское блюдо, которое я заказал. Но надо попробовать. Вдруг они молодцы и все-таки сделают хорошо. Но он не веганский, он должен быть с яйцом, он должен быть с овощами и без мяса просто. Я вот почему-то так захотел. Слушайте, но выглядит, как по мне, очень даже аппетитно. Вы посмотрите на вот эту сияющую красоту. Он прям блестит. Выглядит классно. Я сегодня еще не ел. Это мой первый прием пищи. Поэтому слюни просто текут. Я подъел. Немножечко подъел и не мог остановиться. И знаете что? Энни бы это не понравилось. Потому что рисинка к рисинке. И они, знаете, вот на той какой-то очень-очень тонкой грани недоваренности. То есть, некоторым людям, которые обожают еду, которую можно языком размолоть, вот этот рис покажется на какую-то долю прям недоваренным. То есть, он чуть плотноват. Вот моей тещи Энни, потому что я знаю, что батя, вот он тоже любит подобный рис. Ему зайдет. А вот теща и Энни не зайдет. Они любят рис разваренный прям до каши, чтобы вот он прям максимально-максимально приготовленный был. Этот рис, он прям плотный. Он такой прям, прям аль денте. И вот знаете, это тот уровень аль денте, который, если я сейчас возьму одну рисинку, разрежу ее вот пополам, там не будет сыринки. То есть, вот некоторые люди делают, особенно в итальянской кухне, делают так, что рисинка, вот она в целом приготовлена, а внутри есть тончайшая-тончайшая жилка вот еще сырого риса. Это тоже имеет место быть. Это как бы свой такой отдельный прикол. Это каждая рисинка приготовлена. У нее нету этой тончайшей полоски недоготовленности. Но вот есть это ощущение, то ли это какой-то рис особенный, в чем я не верю совершенно, то ли у них есть какая-то своя методика приготовления, потому что обычно никто не варит рис здесь в кастрюлях, да? Никто не варит рис на глаз. У всех стоят огромные рисоварки, тем более это бизнес, тем более это как бы ресторан. Ну, не знаю, есть ли у них ресторан, честно говоря, не в курсе. Мне кажется, это просто доставка. Но факт остается фактом, что у них настроена рисоварка так, чтобы рисинки были вот слегка недоварены. Я не знаю, зайдет ли такой китайцам. Мне это зайдет по полной. Я немножечко сожалею, что я взял сейчас это без мяса. Это вкусно. Это вкусно. У нее есть вот внутри в этом рисе есть вот такие вот овощички. Не знаю, сейчас сфокусируется на маленькой ложке или нет. Наверное, сфокусируется. И вы увидите вот эту штучку. Вот эта штучка, она хрустящая и очень кислая. Это маринованные китайские овощи. Не помню, как она правильно называется. Здесь есть кукурузка, здесь еще всякое. Даже лук какая-то, там капустка есть. Все овощи похрустывают. Все овощи сделаны правильно по-китайски. Все очень хорошо. И вот тут сбоку навалено было еще маринованных вот этих овощей. Опять же, сейчас попробуем сделать так, чтобы вы это дело увидели. Вот так вот это дело выглядит. И это тоже такие маринованные, но с очень большим количеством сахара. То есть, вот представьте себе соленый огурец. Не соленый, а маринованный огурец. Но в маринад бахнули больше сахара, чем надо. И у него и кислая, но превалирует сладкая нота. Вот здесь ровно та же самая история. Если вот эти такие болотного цвета штучки, они все-таки больше кислые. Прям конкретно кислая такая маринованная штука. То вот эти красненькие штучки, они больше такие сладкие. С легкой-легкой остринкой. Но при чем тут, блин, китайская философия? Я обнаружил, что в описании каждого блюда... То есть, обычно я, когда что-то заказываю, я описание блюд читаю. Я читаю и состав, чтобы там не было чего-то, что я не люблю. Допустим, креветок каких-нибудь. И читаю описание, потому что зачастую можно будет понять или какую-то маркетинговую историю из этого дела. Или просто, что владелец этого заведения или маркетолог этого заведения хотел донести. Здесь вместо описания всех этих блюд фразы. Фразы, я не знаю, то ли пьяненький шеф этого заведения решил как бы пофилософствовать, то ли у них есть просто какой-то забавный, веселый тролль, который попытался как бы в юмор, то ли еще что-то, то ли они где-то нарыли эти фразы и просто думали, куда применить, и применили. Так вот, такая псевдоумная фраза. Почему я говорил про шизофазию? Потому что, когда я начал это переводить, потому что я не очень хорошо читаю по-китайски, но что-то прочитать могу, я почему и понял, что это какие-то фразы, а не описание блюд, потому что я понимаю, что я вижу слова, которые никак не могут вписываться в описание еды. Я начал глубже копать, и сначала воспользовался каким-то автопереводчиком, просто по-быстренькому проглянуть, и получилась какая-то полнейшая чушь. Потом полез, есть такой словарь БКРС, если вдруг кто не знает, большой китайско-русский словарь. Если учите китайский, если хотите вообще разбираться в китайском, БКРС у вас должен быть в закладках, вроде как бы у них еще приложение есть, у Макса на телефоне видел. Короче, БКРС – это великая вещь. И я залез, начал разбираться, как бы посмотрел все, и вот я вам сейчас буду про каждое блюдо зачитывать ту фразу, которую они приклали, приложили, прикрепили. К этому блюду. Выглядит это вот так. Вот сейчас где-нибудь картинка появится, вот она, картинка этого блюда, и там стрелочкой вы сейчас видите, вот где описание блюда должно быть, не знаю, с этой или с этой стороны, где у меня места больше. Там вот будет стрелочка указана на китайскими иероглифами, как это дело. Но так как китайские иероглифы вы читаете, по большей части, еще сильно хуже, чем я, но я вам буду читать уже перевод. Вот конкретно про жареный рис там было написано. Кроме палочек для еды я ничего не могу отложить. Запомнили эту фразу? Все фразы, по большей части, будут связаны с едой, с тем, как классно много хавать. Поэтому кроме палочек для еды я ничего не могу отложить. Типа никаких у меня не бывает неотложных. Нет, у меня все дела неотложны, кроме палочек для еды. В общем, примерно понимаете философию. Так что рис мы отодвигаем, немножечко запьем, потому что у меня тут рисинки где-то, а не игрю. Из-за того, что плотные, где-то между зубов застревают. Вообще, это должно быть Ван Лао-Джи. Вот, короче, я думаю, что если вы давно на канале, про Ван Лао-Джи вам особо не надо рассказывать. Я его показывал тысячу раз, классический китайский такой травяной чай, как они это называют. На самом деле, это больше компотик с таким очень сильным акцентом на сухофрукты во вкусе, очень сладкий. И вы можете заметить, если вы хоть чуть-чуть читаете на китайском, что ни Ван, ни Лао, ни Джи тут нету. Тут называется Джао-До-Бао. Это проблема, короче, с судами. Да, блин. Я не знаю, слышите вы это или нет, но, видимо, то ли дождик приостановился, то ли на секунду, то ли еще что. Какие-то люди вылезли долбить асфальт. Там то ли трубы меняют под домами, то ли еще что. В общем, если это вас бесит, ничего с этим поделать не могу. Не могу я им выйти и сказать, типа, я тут ролик снимаю, давайте это, хватит трубы менять. В общем, про Ван Лао-Ди. Компания, владеющая лицензией на производство Ван Лао-Ди, на бренд вообще, на сам этот, очень сильно судится с вот этой компанией JDB за то, чтобы имя Ван Лао-Ди было только у них. И я не понимаю, то есть, вот эти же JDB, ребята, они какие-то часть своей продукции Ван Лао-Ди называют, какие-то называют вот этот Джао-До-Бао. Не очень понимаю, как бы, саму маркетинговую историю, то есть, кто там, ну, видимо, они проигрывают, да, в судах. Но вот как-то вот так. При этом все это называют Ван Лао-Ди, вне зависимости от того, что здесь написано. Вы, когда придете в любое заведение и захотите это попробовать, просто говорите Ван Лао-Ди, вам могут это принести, могут оригинальные Ван Лао-Ди. На вкус один в один. Это ровно все то же самое. Но вот так. Кстати, про Ван Лао-Ди вроде тоже была какая-то надпись. Да. А, тут написано было, вот, опять же, вот картинка, там описание продукта. И было написано, Джао-Ду-Бао, название этого дела. Если боитесь разозлиться, пейте Ван Лао-Ди. Я не знаю, какое отношение этот напиток имеет к злости, но, опять же, вот, ребят, которые его сделали, говорят, если боитесь разозлиться, пейте Ван Лао-Ди. Переходим к лапшичке. Да. Вот. С чего все началось, на самом деле, с доширочной лапши. Когда-то увидел вот это и очень захотел. Это классический набор с мясом. То есть, это просто лапша и мясо. Здесь, как бы, ничего особенного не должно быть. Лапша, опять же, вы можете заметить, стандартная бич-пакетовская. Это, как бы, очень классическая такая тема, потому что в Китае очень сильно любят хранить прям огромную пачку тупо вот этой лапши. То есть, прямо ты покупаешь пакет, там, 20 таких этих кругляшей этой лапши. Потом что-то овощи обжарил, это обжарил, эту лапшу на секунду окунул в воду, она чуть-чуть размягчилась и кидаешь туда же вместе с овощами, со всеми делами с мясом, и у тебя получается вкусненькая обжаренная лапша. Ну, опять же, вкусненькая или невкусненькая, это мы сейчас узнаем, но мясо что-то как пожалели, потому что пока что я мясо вижу вот раз кусочек, вижу два кусочек. Пока все. Пока все. Это нормальная порция. Здесь грамм, наверное, ну, блин, 350-то еды есть, но надо понимать, что по большей части это лапша, а не вот еще мясо есть. Ну, это немножечко мяса, это какие-то овощички, это по большей части лапша. Давайте пробовать. Подъел немного и глянул в свои подсказки. Оказывается, это не просто лапша. Это я заказал лапшу с мясом и соусом лао-ганма. И черт подери, лао-ганма тащит. Потому что, по сути, это такой дошик на максималках. Ты просто вот ешь без супчика. Я не знаю, есть ли в России лапшички, которые надо заваривать и сливать воду. То есть, все же любят типа бульона, похлебать, все дела. И, насколько мне известно, допустим, там всякие бигбоны и дошираки, они вот сделаны так, чтобы залить их, потом и жишку выпить и типа лапшу съесть. Но в Китае есть много видов лапши, которые надо заварить, слить с них водичку, потом залить туда соус, все это дело перемешать и получается нечто вот такое. Ну и как бы это все недорого, это все адекватно. И вот это вот такой же дошик, только на максималках. При стоимости в 260 примерно рублей. Ну, не, ладно, хорошо, тут есть мясо. В обычном дошике, который обойдется вам условно в 100 рублей, в нормальном, да, в котором соус, пакетик будет там, все дела. Там будет лапши меньше, там не будет свежих овощей, там не будет мяса. Хотя мясо тут, блин, ну реально кот наплакал. То есть, прям вот я съел три кусочка, вот он четвертый. Ну и четвертый кусочек здесь, как вы понимаете, вот прям супер-супер размера. Вот такой вот кусочек. Ну, мясо вкусненькое, мясо мягенькое, мясо хорошо сделанное. Но факт остается... А, нет, ой, еще один кусочек. Нифига, да все. Можно это, снимать себе претензии. Смотрите, какой огромный кусман есть. В общем, в целом, в целом есть можно. Это нормальная за 200 примерно 50-60 рублей порцаечка с жареной вкусненькой лапши в соусе лао ганма, что как бы всегда прекрасно, если кто не знает, соус лао ганма выглядит примерно вот так. И это хорошо. Соус лао ганма, это прекрасно. Но отдал бы я еще раз за это, я бы на самом деле лучше вот такого риса взял. Но у нас есть еще две лапши, которые мы сейчас обязательно попробуем. А прежде, чем мы их попробуем, нам же нужна философия и немножко пропитаться не только вкусной едой, но еще и мудростью кого бы то ни было. Не знаю. В общем, вот картинка, видите там, и фраза, которая указана там. Ешьте в среднем три раза в день каждый прием пищи продолжительностью 8 часов. Вот тогда вы будете гурманом. Поняли, да? Поэтому кушать надо всего лишь три раза в день, не прерываясь ни на что, ни на какие снеки, ни на какие перекусы. Но каждый прием пищи должен быть по 8 часов. И тогда вы будете настоящим гурманом. Мне кажется, звучит просто прекрасно. Дружек где-то сейчас, его кушайте много, кушайте вкусно. Вот так вот сделал. Какая красотища! Да. Так, погнали дальше. Я прям достаю, как достается. Что у нас тут? Оп! О! Богатство-то, посмотрите, какое! Тут лапша совсем другая. Тут уже прям конкретно такая плотненькая. Пахнет интересно. Очень сильно пахнет кунжутом. Очень-очень. Прям кунжутное масло туда никак не постеснялись добавить. Ну, мне кажется, неплохо, да? Вот прям-прям-прям неплохо. Давайте возьмем палочки. Ну, ладно. Так как уж у нас сегодня научный эксперимент, поэтому... О! А мне две с половиной палочки дали. Две с половиной. Ладно. Удача сегодня. Прям удача прет. Так. Что у нас тут? Оказывается, это тоже просто овощи и яичко. Лапша с яйцом и овощами. Да. Оказывается, я две вегетарианские вещи заказал. Все, капец. Прикиньте. Все. Становлюсь веганом. Какой ужас. Никогда не был любителем этой лапши. Ешь, как будто склийское желе. Я и так-то желе небольшой любитель. А здесь сама лапша желеобразная. И почему-то, во-первых, волос. Нет, не волос. Не похоже на волос. Что это такое? Не знаю. Может камера фокусироваться или нет? Ну, блин, не сфокусируется, наверное. Не похоже это на волос, похоже на нить какую-то. Не знаю. Я не хочу это дальше продолжать есть. Это вот, знаете, ровно противоположная вот этому вещь. Если здесь чуть тверже, чем большей части людей надо, и меня вот это прям очень сильно радует, то вот здесь сильно мягче, чем я бы хотел. То есть я ем какую-то резиноподобную, желеподобную массу. Как будто какое-то неприятное разваренное тесто такого лагманного типа. Но лагманное тесто, оно все равно более такое грубое чуть-чуть. А здесь оно настолько мягко-нежное. Вот деду отдайте. Надо деду это отдавать. Но, к сожалению, деда у нас здесь нету. Вот. И не знаю, кто-нибудь захочет это есть или нет. Я, честно, не хочу. Вот у меня прям дикое-дикое-дикое разочарование по поводу вот этого блюда. Сколько оно у нас стоило? 15,80 просили за это дело. И 15,80 200 рублей примерно. Не, лохань нормальная. Тут даже, блин, более увесисто, чем вот здесь. То есть в целом лапши тут дофига. Вот лапшой вы нажретесь прям по полной программе. Наверное, если добавить сюда мясо, там всякие разные опции есть у них, то оно сразу станет, опять же, больше 20. И, не знаю, просто вот пропустим. Тупо пропустим, потому что мне очень неприятно. Единственное, что прежде, чем мы перейдем к последнему вариантику нашему, надо прочитать, какая философия стояла у нас за этой лапшой. Если вдруг интересно, я себе все эти вот фразы выписал отдельно. Так что зачитываю. Если вы недовольны, идите спать и отпустите все. Грустить – это нормально, но от этого болит желудок. Это не по-гурмански. Вот такие дела. Еще раз прочитаю. Если вы недовольны, идите спать и отпустите это. Грустить – это нормально, но от этого болит желудок. Ну, то есть вот человек, который все это писал, он такой прям, а-ха-ха, жратва, жратва, жратва. Ничего, я вам потом еще парочку зачитаю от того, что у меня здесь нету. Ну, просто было интересно посмотреть. Так, другой вид лапши, он очень похож на второй, на второе наше сегодняшнее блюдо, но на самом деле лапша совершенно разная. Одна яичная лапша, другая какая-то там другая лапша, вот это более новая. То есть, выглядит это совсем по-другому. Вот так, давайте я еще на другую камеру покажу, мне кажется, должно быть видно неплохо. Единственное что, где мой соус из пяти орехов? Я так понимаю, что, наверное, вот этот соус из пяти орехов, это он и есть. Объясню, что я имею в виду. Сейчас где-то здесь появится картинка. И там штука, которая называется соус из пяти орехов, или пятиореховый соус. Точнее, пять ореховых кубиков, как-то так, короче. Сейчас где-то правильное название появится, как-то дело переводится. Ну и по ходу дела это вот оно. То есть, вместо ореха, может быть, это ошибка перевода какая-то, может быть, я что-то недопонял. Может быть, здесь вместо ореха имелось в виду просто что-то хрустящее, потому что здесь хрустящая маринованная штука. Если это оно, это вкусненько, это хорошо. Там просто прикол был с тем, что у нее тоже была мотивация, мотивационная фраза. И вот сейчас где-то вы эту картинку видите. Там было написано соус из пяти ореховых кубиков, или из пяти орехов, пяти кубиков, короче, пяти что-то, пять кубиковых орехов. С ним могу я съесть две тарелки каши. Объясню, что я имею в виду. Причем там написано белая каша. В Китае есть такая штука, называется джоу. Джоу – это рисовый клейстер, такой вот, когда ты берешь рис, очень-очень много воды и вывариваешь, 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 пока это не станет такой штукой, которой можно обои клеить. Прям очень-очень такая мощная штука. Без соли, без добавления даже вот одной капельки соли. Это очень пресная штука. Эта штука появилась очень давно, в те времена, когда, ну, как бы, еды было маловато, а каждое утро надо было кормить деда и детей, потому что дед всегда просыпался рано, детям надо в садик или в школу, а свежей приготовленной еды еще нету, еще там, типа, ни бабушка, ни мама не сходили на рынок, не принесли ничего свежего, холодильников, естественно, не было, и оставался только вчерашний сваренный рис. Поэтому что делали? Брали, собственно, вот этот конджи, он там по-английски конджи или там джоу по-китайски, брали эту абсолютно вот такую простейшую кашу, то есть брали этот рис, заливали вчерашний рис огромным количеством воды и вываривали-вываривали дальше, пока он в кашу эту не превратится. И все. А потом доставали из подпола баночки чего-то подмаринованного. Вот опять же эти подмаринованные овощи, какая-то рыбка подмаринованная, какие-то консервированное мясо, что осталось. И накидывая туда, создавали конструктор. И это до сих пор является одной из самых вообще главных завтрачных тем в Китае. И кажется мне, что довольно скоро, если еще, нет, сейчас, наверное, еще не вышло, но довольно скоро на одном канале, не на моем, выйдет целый видос, посвященный этому делу, я там поучаствую, потому что, ну, этот видос уже снят, я просто не знаю, когда он выйдет. Вот, он выйдет, и вы все увидите. Там прямо вот мы взяли, сварили этой каши, привезли самые, наверное, яркие, самые главные из нашей провинции ингредиенты, которые туда в эту кашу можно добавлять, и, собственно, с ним попробовали. И вот написано было, что с этим соусом человек готов съесть целых две тарелки этой каши. Ну, что я могу сказать? О, овощички вкусненькие, ничего тут не поделать. Тут тоже есть мясо. Так, а что это у нас вообще за версия? А то я уже начинаю путаться. Я выяснил тут у себя в заметках, это версия лапши с говядиной в черном перце. Да, ну, опять же, говядина в черном перце, здесь что-то не очень видна, потому что она должна быть темнее, ну, и даже вот перчинки ни одной я не вижу. Хотя, может, по вкусу будет. Вообще ничего нету. Что-то про черный перец они забыли. Ну, давайте лапшу пробовать. Подъел. Да, нормально подъел. Ну, и давайте так, я просто опишу свои ощущения. Вкусненькая, такая прям очень-очень шелковистая лапша, нормально сваренная, в отличие от этой, то есть она ближе вот к той первой. Чуть потоньше, чем доширочная лапша, но, как по мне, сварена прям еще лучше даже. Вот прям в плане консистенции самой лапши, вот это прям главный победитель пока что. Все в кунжутном масле, в таком, в перемешку вот из обычного масла и легкие-легкие, вот так полили, да, немножечко кунжутом, то есть он не превалирует, не доминирует. Проростки сои хрустящие, хрустящие зелененькие овощички и попадается немножечко просто мяса. Опять же, мясо, как вы можете заметить, вот я ел, 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 не вытаскивал мясо специально, но нигде на поверхности оно само по себе не всплывает. Но его есть, его есть чуть-чуть, но типа вот где-то, где-то надо выискивать. Вот тут полкусочка попадется, вон какая-то писюлька там мясная, еще что-то. То есть оно есть, но вот прям совсем мало. Там есть дополнительная опция, типа мясо можно доложить, и тогда у тебя порция мяса будет сильно более приличная. Но это удорожит, то есть мясо дорого, это сильно удорожит продукцию. В целом вот это, это прям вот хороший доширак, то есть прям хороший дошик. То есть если предыдущий был такой типа вообще максималки, это прям максималки, но тут тащила лао ганма и вот эти кусочки мяса побольше, это просто хороший дошик. То есть вот ты взял какую-то любую лапшу, просто саму по себе, накидал туда свежих каких-то слегка-слегка пассированных таких быстро, не пассированных, а быстро обжаренных в воке овощей, и все. Ну и яичко туда бросил, потому что яйцо тоже чувствуется, и здесь типа омлетик. Ну не омлетик, как просто такой скрэмбл, как это называется, просто перемешанный. Вот сюда покажу. Вот такое вот яйцо есть. Ну хорошо ли это? Да это прекрасно. По соли, по специям. Вот знаете, китайцам, я не знаю, как они это делают, у меня очень редко бывает, чтобы не досолено было. Практически никогда не бывает пересолено было. За все вообще доставки, то ли один, то ли два раза, что-то было пересолено. Но в основном, я не знаю, как у них так получается, они всегда умудряются прям попасть вот в соль, вот прям в нужную соль. И как бы это прекрасно. Это прекрасно. Опять же, сколько это стоило? Сейчас посмотрим. Это стоило у нас, ребята, 18 юаней. 18 юаней – это примерно 200 рублей. 200 рублей – это уже с мясом. Опять же, с маленьким количеством, но все-таки мясо с проростками, сои, которые, мне кажется, все обожают во всяких раменах. Они хрустят, они вкусненькие, они классные. Сорян, что я пальцами туда лажу. Но как бы это мое, это мне есть, поэтому это мои пальцы, я могу и пальцы есть. Как там, finger-licking good, как было у KFC когда-то. В общем, я хочу вам зачитать философию, стоящую за вот этой штукой. Так-так-так-так-так. Вот, нашел. Я просто не хочу, чтобы мой рот был одиноким. Я гурман, и это все обо мне говорит. Ну, там используется другое слово. Это не то, чтобы гурман, типа, любитель пожрать. Есть такое понятие в английском языке – foodie. То есть, это человек, который любит много и вкусно поесть, разбирается в еде, но не то, чтобы прям ультра-гурман. Не то, что он там, типа, эти павлини и перья, запеченные в страусиных жопах хочет. Нет, это просто человек, который любит много и вкусно похавать. Вот это foodie называется. Ничего с этим не поделать. И вот примерно такой термин используется. Ну, на русский вот гурман, я не знаю просто какой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот как бы можно было. То есть, человек не то, чтобы прям изыскан в еде, а просто любит много и вкусно пожрать. Вот как можно такого человека назвать? Жиробас, наверное. Ну, кстати, про Жиробаса там было очень хорошо, потому что сейчас мы заканчиваем, у меня тут больше ничего нет. Вон пакетика, которые у меня были пустые. Я хочу вам зачитать еще парочку очень интересных философий, которые вкладывали эти ребята. Давайте так. «Раньше я думал, что настойчивость сделает нас сильнее, но когда мы вырастаем, мы понимаем, что делает нас сильными отпускание». Ну, отпускание в смысле, что ты вот, типа, иди, ну, отпустил людей, события, короче, что угодно. Вы поняли, что я имею в виду отпускание. «Люди подобны железу, а рис подобен стали, чтобы есть, нужно много работать, чтобы было вкусно». Ну, то есть, имеется в виду, что, типа, человек как железо, а рис – это как сталь, и сталь надо обработать, чтобы было вкусно. Поэтому не просто рис свари, а добей его овощами вкусными. То есть, нужно приложить усилия, чтобы было вкусно. Вот так вот. Идея гурмана, опять же, фуди вот этого жарабаса, как бы можно назвать, состоит в том, чтобы съесть больше, если это вкусно, или съесть больше, если невкусно. Опять же, сами додумывайте. Вот, типа, если вкусно, ешь больше, а если невкусно, ешь больше. Дальше. Настоящие гурманы осмеливаются столкнуться с толстыми бедрами и бросить вызов полнеющему животу. Или там толстеющему, увеличивающемуся в размерах животу. Да, в размерах животу. Так. А, ну и вот я тут дошел. Если бы у меня была пачка кубиков соуса из пяти орехов… А, кубики соуса из кубиков пяти орехов. Блин, как-то там странно этот соус называется. Я бы мог бы съесть две тарелки белой каши. Да, сушеный соус из пяти орехов. Вот, вот так вот. Так что, я еще уксус хотел у них заказать. Да, не знаю зачем и почему я его не заказал, или почему я его хотел заказать, но там у них еще был очень прикольный, какой-то на бальзамический похожий такой… Как там thicken называется по-английски? Короче, такой загущенный уксус. Что заказал, почему не заказал? Не знаю. Ну, в следующий раз. Ничего. Как бы не последний раз всякое интересное пробуем. Вот такие дела, ребята. Надеюсь, не только вы вкусно поели, поэтому приятного вам аппетита, если вы до сих пор едите или там поели. И еще пропитались немножечко великой кулинарной китайской философией от черт пойми кого. Ну, транслировал его я, поэтому будет так. От меня. Мы с вами увидимся уже очень-очень скоро в новых роликах. У меня на сегодня все. Спасибо. Пока. Надеюсь, что Макс в ближайшие дни вернется. Мы снимем тот самый многострадальный ролик, ради которого у меня… Вот у меня тут сбоку шкаф. И на шкафу просто все нахрен забито реквизитом только для одного видоса. Просто капец. И я очень хочу уже это снять. И я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что это прикольно. Ну, нужна погода, нужен Макс, нужно, чтобы я был здесь. Надеюсь, что все это скоро сойдется. Да и вообще, дальше будет больше. Все. Еще раз спасибо. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok